фактически мы счастливы настолько насколько мы хотим быть счастливыми я заметил что большинство людей просто не хотят быть счастливым вернее они хотят чтоб счастье пришло само в их жизнь само вот пришло но она сама не приходит потому что у него другое правило у счастья оно приходит когда мы трудимся и это труд души это не труд на заводе когда человек трудится для того чтобы наладить свою жизнь работает где-то учиться то этот труд имеет какие-то прогнозы мы знаем что вот надо учиться выучишься получишь диплом будешь искать работу найдешь работу но иногда бывает что человек прогнозирует что-то но у него не получается он ищет работу не может найти пытается выйти замуж не может пытается начать ребенка не может пытается найти жилье не может одна женщина в новосибирске она вышла на сцену говорит у меня нет работы и нет жилья сейчас я не знаю как не жить мы начали желать всем счастья смотрю ну и у нее не такая тяжелая судьба как оказалось я смотрю она меняется то есть я я молюсь за нее и смотрю очищается ее пространство очищает сменяется у нее судьба и я такой уверен что у нее все будет хорошо я говорю вас все будет хорошо но она никогда не трудилась над своей судьбой она смотрит на меня и она не верит мне я говорю вас вот все я почувствовал сердцем вас все будет хорошо она горит у меня нет жилья нет работы как у меня все будет хорошо я говорю у кого есть свободное жилье вот поселить эту женщину три человека руки поднимаем я говорю пожалуйста подойдите к ней вот она здесь будет стоять потом говорю какая у вас специальность наговорит я парикмахер игру кому нужен парикмахер на работу два человека поднимают руки в зале подойдите к ней решилась судьба сразу просто молитва потом все легче стало сразу судьба решилась но я заметил что в ее глазах не было веры мы не верим в возможность победить судьбу мы не верим вот в эту внутреннюю жизнь у нас нет веры в это вот даже здесь вот в этой ситуации я ведь молился и почувствовал что все будет хорошо и перестал молиться и все равно трудности пришли в виде поломок различных а могло быть и хуже а что могло быть никто не знает разок я летел на самолете и почувствовал что что-то такое нехорошее произойдет и молился 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 чувствуешь все нормально будет и я понял что произойдет что-то нехорошее на посадке и думаю ну дождя нет ветра нет ну что может ну как как может что-то плохое произойти при посадке и когда мы садились самолет когда садился неожиданно под при посадке вот самолет садится он уже возле земли это самое опасное время неожиданно резкий порыв ветра того вот так вот и самолет вот так 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 вот так сил сердце они определяют степень риска своей бледностью когда провожают они улыбаются всего доброго смерти боятся все из тюардессы из тюардессы понимаете вот здесь находится господь сердце хоть мы об этом не знаем ничего как бы мы его не называли он сам знает он такой понимаете вот и он может жить в сердце каждого живого существа то есть веды объясняет что на дереве тела есть живут две птицы одна душа другая сфер душа или одна атма атма мы наговорим атом это от слова атма произошло слово атом 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 означает неделимая частичка или душа а вторая парам атма аромат на высшая душа высшая душа она все знает она знает прошлое настоящее будущее можно ли поменять будущее можно да есть судьба а есть свобода выбора свобода выбора она состоит из двух вариантов первый вариант пассивно жить второй вариант служить богу когда человек думает о боге молится ему желает счастья всем для его удовлетворения то в меняется судьба человек наполняясь светом разрушает тьму потому что все люди должны быть счастливыми мы души а это означает душа должна быть счастливой но у нас нет знания как быть счастливым мы думаем что счастье должно вот здесь мы родились в этом мире с одной идеей очень четко оформленной наших головах что счастье должно быть у меня само собой вот просто потому что я есть я должен быть счастливым это заблуждение это называется невежество и почему люди разводятся почему люди живут друг другом ругаются потому что они требуют части себе дай мне счастье в этом вся ругань заключается язык никто не требовал счастья никто бы не разводился потому что мы к нам кажется что по определению мы должны быть счастливыми так вот мы здесь появились на свет мы должны быть счастливыми но в этот мир предназначен для сдачи экзаменов они для счастья здесь кругом одни страдания болезни трудности препятствия какие-то в жизни я уже привык что все хорошо молитва все помогает тут молился 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 сейчас после обеда я должен был чуть-чуть поработать интернет не работает а ничего не сделать несколько человек надо было а а мегафон тоже не мило и вот и вот так вот еще чуть-чуть не сделал то что должен был сделать почему так действует судьба это можно прогнозировать но не все могут это прогнозировать но надо просто понять это понимаете самое главное это понять первое главное препятствие в жизни человека заключается в том что он не верит что у него может быть тяжелая судьба как бы не прогнозирует это в своей жизни есть еще вторая проблема вот когда мы повторяем вчера мы повторяем я желаю всем счастья я желаю всем счастье многие из вас чувствовали что сердце не хочет этого делать так я желаю всем счастья я желаю всем счастья что-то не охота да чувствовали кто-то чувствовал что это такое это неудачники мы неудачники с вами неудачники не хотят желать всем счастья не хотят трудиться над собой они хотят просто быть счастливыми и все это неудачники несчастные люди не способны быть счастливым быть счастливым означает трудиться над счастьем трудиться душой это очень трудно сначала а потом так радостно и хорошо дальше как прекрасно когда ты трудишься душой и ты получаешь награду обязательно за это я когда зашел на спектакль сюда вот я увидел что все артисты стоят в кружке в таком плотном кружке не очень сосредоточены вот так вот стояли очень сосредоточена я тоже стал в кружок с ними но я как бы ты такой радостный я пришел на спектакль но как бы они были не радостными потому что они пришли не на спектакль они пришли трудиться душой этот труд очень тяжелый не стояли очень сосредоточены они хотели победить судьбу представьте первый раз спектакль все они всегда здесь заново делают спектакль до этого никогда его не делали первый спектакль и последний один раз только проходит такой спектакль не стояли трудились сердцем их труд дал плоды спектакль получился господь зашел в их игру так надо жить в этом смысл жизни и тогда будет части части не в том заключается чтобы ждать его нужно трудиться учиться для счастья здесь есть свое знание свои законы сегодня утром мы анализировали люди которые не включаются не повторять я желаю всем счастья ничего не включается сердце почему нет веры звук нужно слушать сначала слушать ушками учиться дышать ушками вдыхать ушками звук учиться вот так вдыхать ушками в звук чтобы он вошел в сердце если когда мы вдыхаем ртом то звук воздух входит в легкие а когда мы вдыхаем ушами то звук входит сердце а если мы просто слушаем балдеем так просто слушаем то звук никуда не входит нужно наполнится звуком для того чтобы его потом отдать если ты никогда никому ничего не отдавал ты не знаешь как наполняться нужно отдать потом опять наполнится опять отдать этот труд души когда человек нуждается в этом труде уже поздно учиться когда мать провожает на войну сына или в армию сколько на войну сейчас даже не знают что они на войну идут в армию вроде пошел оказывается на войну и даже не знают об этом они приезжают оказывается на войну и воевать со своими надо веселая жизнь получается своих же убивать надо мать провожает когда сына в армии она чувствует что что-то надо делать чтобы он жив остался и чтобы у него все хорошо было и делать надо вот здесь а делать не умеет и в результате и плакать начинает хочу плакать-то толку-то ничего не меняет труд души это не означает плакать труд души означает кланяться желать всем счастья молиться это труд эта работа это требует душевных усилий сердечных усилий или муж уходит 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 из семьи кого муж уходит из семьи видите вы задыхаетесь так но надо что делать кого там то еще поднимал уже не задыхается все уже разочаровалась все уже она еще сопротивляется вы уже все уже ну ладно пусть уходит сейчас будем трудиться душой вот то что вы чувствуете девушка как вызов а я на микрофончик есть у нас ты куда пошел артем микрофоны надо давать людям ведь это моя карма убегает и над микрофоном пить пошел молодец вот здесь вот второй ряд не надо чтобы тот на лекции был микрофон надо будет ассистировать вы молились ну да я молилась на правда я действительно не всегда могу вот глубоко все-все-все что садись садись артем садись сейчас мешаешь садись садись как вы молитесь расскажите ну я утром стою и где-то так минут 15 я вот под богородицу как раз то что мы сегодня 15 это ничего вообще, это только включиться, вот за 15 минут, знаете, что происходит, вы чуть-чуть включились, вам чуть-чуть стало легче, вывод как происходит, вы чуть-чуть стало легче и до свидания. То есть вам сколько надо счастья в жизни? Чуть-чуть совсем. 15 минут это значит, вам вообще счастья не надо никакого, чуть-чуть счастья и все. Ну, просто так, я когда слушала лекции, вы сказали начинать с малого, я подумала, сначала у меня получалось по 9 минут, ну, потому что еще дети маленькие, они все время там что-то хотят, бывает, там плохо спят, потом я как-то думаю, ну, 9 уже мало, нужно хотя бы 15, и вот пока я вот только на этом уровне все еще стою. Понимаете, он уходит, потому что не хватает счастья. Люди же неосознанные, они вот счастья не хватает, пошел. Все так живут, вот такие люди, неосознанные. Мы вот такие все. Мы хотим счастья, чтобы всегда было. Нет счастья, пошел мужик куда-то искать другое место. Все, что там, семья, жена, дети. Понимаете? А если бы счастья хватало, он бы не пошел. Нужна молитва. Так ведь? Кто хочет помочь этой девушке? Вы умеете молиться? Я хочу помочь с помощью Олега Геннадьевича. Кто умеет молиться? О, видно. Вы спасли свою судьбу? Спасали? Да? Еще кто спасал свою судьбу? А что уходит тогда? В процессе. В процессе? В процессе. В процессе? Еще кто спасал свою судьбу? Кто хочет поделиться? Ну, микрофончик туда давайте. Нет, вот на третий ряд. Четвертый. Здравствуйте всем. Что имеете в виду поделиться? Ощущениями? Нам нужен процесс. Процесс. Нужно как вы, что вы делали, как молитва протекала, что вы чувствовали, какая последовательность изменений. Информацию о том, как молилась, молиться я получала из ваших лекций. Все шло на ощупь и в практике. Если в двух словах, то для меня лично сейчас самое главное – это поклонение в ноги наставнику и духовному учителю. Это самое главное, и я всегда умоляю его сказать мне, чем я могу быть полезна для него. И в процессе определенных месяцев, вначале это было очень трудно, потому что я не понимала, зачем это вообще делать и с кем я общаюсь. И потом я заставляла себя это делать. Я просила его дать мне эту силу, потому что я слаба. И потихонечку мне начало открываться. И когда в сердце по капелюшечкам приходило знание, я просила прощения у всех. И с кем я, когда бы то ни было, сталкивалась, сталкиваюсь и умоляю их простить, и прошу, и благодарю их за все, что они мне дают и делают для меня. И молитва – это действительно великое чудо. Это все, что я могу сказать. Да, точно так же я в свое время начинал. У меня была такая ситуация, которая открыла мне глаза. Мой духовный учитель тяжело заболел. И я пытался его на тонком плане лечить. И чувствовал, что я не могу ему помочь. Тогда я начал кланяться ему. Чувствовал его духовную силу. И его духовную силу отдавал ему для того, чтобы он вылечился. Такую практику я начал совершать. Потом я приехал в Индию и увидел, что он продолжает болеть. Но когда я эту практику совершал, Господь очень сильно начал радоваться в моем сердце. И я почувствовал, что такое духовная жизнь. По-настоящему вот эту силу победы. Я почувствовал силу победы над своей судьбой. В это время я начал искать, а что может усилить. И я понял, что это звук святого человека. Что если ты слушаешь вместе с кем-то, молишься, тогда еще сильнее получается. Желание служить старшим основано прежде всего на том, что ты понимаешь, что ты с ним имеешь контакт. Большинство людей, они не верят в это, что можно, глядя на икону, иметь отношение с иконой. Они думают, что это просто картинка. Люди не понимают, что через изображение есть вход в пространство. Через любое изображение есть вход в пространство. Я каждый день с утра вхожу в ваше пространство. Мне надо протестировать, столько-то человек в течение дня. И я тестирую фотографию, но я контактирую с человеком. Я сразу же через фотографию вхожу в тонкое тело, смотрю параметры, смотрю, что происходит, болезни там и так далее. Это реальность моей жизни, понимаете? Но войти в отношение с человеком, который жил много лет назад, который причислен к лику святых, это кажется что-то другое. На самом деле это еще легче. Потому что святые люди, они сами настроены служить. Они хотят нам помогать. Недавно, несколько месяцев назад я был в... Ну положите его просто, положите на стол. Несколько месяцев назад я был в одном святом месте. Это место называется Шерлангом. И там 800 лет назад жил величайший святой, его зовут Хармануджа Чари. Это удивительный святой, который оставил тело просто по своему желанию. Сидя перед своими учениками, он сказал им, что он оставит тело, вот так руку поднял, глядя им в глаза, так оставил тело. Но прежде чем он это сделал, они его уговорили еще пожить 24 часа и давать им наставление. Он пожил еще 24 часа, давал им наставление, потом оставил вот так тело. И потом его тело забальзамировали, и он перед наставлением сказал, что если вы мое тело забальзамируете, то еще сотни лет я буду давать вам наставление через это тело. Все, кто будут пытаться со мной строить отношения, я буду отвечать им. Я приехал туда с целью увидеть эту личность. Я увидел забальзамированное тело. Интересно знать, что до сих пор каждый раз в месяц снимают бальзам, чтобы наложить новый, и состригают ногти уже 800 лет. Я начал читать молитву, и немедленно, буквально через 5 минут, я начал чувствовать, что что-то стучится мне в сердце. И буквально через какие-то полчаса я начал чувствовать себя вечной частичкой маленькой вот отсюда. Я вот начал молиться и чувствую себя вот этой вечной частичкой. Очень четко, ясно. И потом я начал как бы пытаться понять, откуда. А я настраивался на этого святого, кланялся ему. И потом я увидел, что это он все это делает в моем сердце. Я это почувствовал. Потом подошел Владимир Слепцов ко мне и говорит, слушай, у меня что-то в сердце такое стучится. Я говорю, давай, у меня уже достучалось. Так действует святой человек. Он дает духовное знание. Просто из-за того, что мы готовы чуть-чуть хотя бы ему послужить, покланяться там чуть-чуть, сразу получаем самый ценный дар. Почувствовать себя вечной частичкой Бога. Это бесценный дар. Первое, что нужно знать, что нет поражения в этом мире. Есть лень души. Есть объем работы и лень души. Все. Поражений нету, несчастья нету. Мы сейчас будем побеждать лень души. Слова бесполезны. Мы сейчас будем слушать голос святого человека. Возвышенного человека. Некоторые боятся слушать, а вдруг это не святой человек. Даже просто друг друга слушать, как молимся, и то хорошо. А если чуть-чуть лучше молиться, то в 10 раз лучше. Не обязательно, что человек должен абсолютно святым. Мы максималисты. Мы хотим самое лучшее все. А вдруг это не святой? А вдруг это не мой святой? Какая разница? Каждый человек любому другому может помочь без проблем. Вдруг это не моя вера? Ну какая разница, не ваша? Все равно человек молится, он может вам помочь. Хоть в какой вере. Хоть насколько он святой. Вот сейчас, здесь нет святых, сейчас мы будем помогать друг другу. Послушайте меня внимательно. Пожалуйста, делайте то, что я вам скажу. Потому что вы ведь не делаете этого. Потому что надо заставлять себя это делать, понимаете, во время молитвы. Заставлять. Первое, что нужно заставлять себя и заставлять изо всех сил, слушать голос. Слушать так, чтобы он начал звучать в сердце. Слушать со всех силы. Если вы не понимаете, что это значит слушать со всей силы, то кланьтесь этому голосу прям. Пытайтесь ему служить, чтобы он вошел в ваши уши. Больше ничего не надо делать. Надо слушать голос, повторять, я желаю всем счастья. Но не концентрироваться на этом повторении. Первое, что нужно слушать голос. Нужно сначала, чтобы ток души потек. Через звук возвышенной личности ток души начинает течь. Потом надо понять, что вы нужны, и ваши усилия нужны конкретному человеку. Сейчас эти конкретные люди вот сюда выйдут на сцену, и конкретно вы будете их спасать, их судьбу. Третье, что нужно понять, это то, что когда человек кланится святыне, в которую он верит, то в этот момент он входит в другое пространство жизни. Пространство, где нет поражений, где человек только побеждает. И насколько он входит в отношения со святыней, настолько он и побеждает жизнь. Первое ощущение победы — это ощущение чистоты от святости. Когда ты чувствуешь, что ты кланяешься кому-то, и он отдает тебе вот этим чувством чистоты, ты чувствуешь чистоту прям сердца от этой личности. Это первые ласточки. Это первое чувство победы. Когда ты слышишь голос святого человека, кланяешься, «Я желаю всем счастья», повторяешь, и у тебя в сердце утверждается сила. Сегодня утром некоторые начали очень энтузиастично повторять вместе со мной. «Я желаю всем счастья!» У них утвердилась сила в сердце. Это признак того, что контакт с Богом начал происходить. Когда контакт с Богом происходит, человек утверждается в чувстве, что у него есть сила, и он эту силу готов отдавать другим. Дальше, как только сила у человека в сердце проявляется, человека начинают душить родственники все события, которые существуют. Потому что у нас много всего, что должно происходить, ничего не происходит, потому что у нас не хватает силы в сердце. Сердце у нас полумертвое, оно не живет почти, потому что счастье постоянно надо везде раздавать. А у нас его не хватает даже на себя, даже на свое здоровье. Но как только счастье начинает хватать, сразу мы вспоминаем того, сего, работу, судьбу, детей, которых нет и так далее. Это означает объем работы просто и все. Объем труда сердца. Сердце должно трудиться, у него есть объем. И этот объем труда осуществляется только тогда, когда мы служим. Главная ошибка заключается в том, что мы сами своими силами хотим убрать эту тяжесть, камень на душе. Это невозможно. Нужно думать о других, слушать голос и кланяться святыне. И сейчас вот выйдут несколько человек, которым реально нужна помощь. И мы будем служить их судьбе. И потом их спросим, что произошло с их сердцем. Если в сердце появится легкость, появляется. Если человек вспоминает события человека, вот уходит муж. Если он вспоминает, и у него память такая хорошая, светлая, сильная, это значит, что все получается. Это значит, что на тонком плане уже ниточка завязалась, что уже есть сила. Потом дальше судьба будет действовать, завтра опять будет хуже обязательно. Опять поменяется ощущение. Но когда уже человек почувствовал, что есть возможность, то он постепенно будет дальше двигаться, пока совсем не победит судьбу. Сейчас посмотрим, насколько вы бескорыстны. Поднимите руку, кому очень тяжело сейчас. Еще кто? Пока все сходится. Походите на сцену. Наверное, вот сюда вот. Вот сюда, потому что мне удобнее так поворачиваться. Вот сюда вставайте, чтобы повернитесь полубоком ко всем и ко мне. А что у вас? Какая проблема? А? Какая проблема? Что с мужем? Ну, выходите. Нет, вы далеко встали уже, мне тяжело быть вот сюда. Ближе туда, чтобы я вас мог видеть. Вот тут. Нет, нет, не туда, не туда. Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Вы должны думать о Святом Человеке. Не надо отводить взгляд, надо смотреть мне в глаза и повторять, я желаю всем счастья. Вы должны пустить всех людей в свое сердце. Цель этого сеанса будет заключаться в том, чтобы все в этом зале почувствовали победу. Вы будете результатом сейчас. Вы зря развернулись слишком сильно. Надо, чтобы вас видели все остальные так же. Сначала слушаем голос возвышенного человека. Потом повторяем от всего сердца, я желаю всем счастья. Кланяемся всем людям. Вы не думайте о себе сейчас. Думайте о других. Можете друг о друге думать. Друг другу помогать. Думайте о тех людях, которые вам желают счастья. Вспомните святого человека. Каждый вспоминает. Кто им поможет сейчас? Вы поможете? Вы, вы, вы. Вы, вы, вы. Все остальные зря потратят время. Зря потратят время сейчас. Бесполезное время, бесполезная жизнь. Кто им поможет сейчас? А вы не поможете? Вы должны им помочь. Иначе вы так и останетесь несчастной. Так и останетесь несчастной. На всю жизнь. Кто не поднял руку, останутся несчастными на всю жизнь. Кто им сейчас поможет? Не смейтесь, я серьезно говорю. Не надо быть несчастным. Надо служить людям. Сейчас будем читать мусульманскую молитву. Надо забыть про себя. Вот люди, смотрите, им тяжело. Видите по лицам? Им тяжело. Посмотрите в глаза. Им тяжело. Им нужна помощь сейчас. Если вы это поймете, вот будете смотреть им в глаза, повторять, я желаю всем счастья. Слушать голос. Мусульманскую молитву сейчас включим. Потому что мусульманская вера, она настроена на победу. Бог приходит в эту веру как победитель. Есть мусульмане здесь, нет? Два человека все. Замечательно. Это для вас будет. Субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok.